Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинается программа «Разворот». Сегодня веду ее я, Наталья Михайлова. И в гостях у нас, как мы уже анонсировали, с утра министр охраны среды и регионального развития Юрий Спутс. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня поговорим на тему, которую обсуждают и будут еще обсуждать довольно долго. Это административно-территориальная реформа. Мы уже приглашали представителей разных сторон в нашу студию. У нас были представители Союза самоуправлений и различных самоуправлений представителей, и в том числе Торгово-промышленная палата, высказывали разные мнения. Но, в принципе, пока можно оценить, наверное, общее состояние. Все перепуганы слегка. Как вы ощутили вот это такое волнение, может быть, со всех сторон? Нет, ну я думаю, что… Я бы не сказал, что перепуганы. Ну так, скажем, взволнованы. Нет, ну есть некоторая взволнованность именно, ну, конечно, те, которые председатели сейчас самоуправления или люди, которые там работают, они, конечно, волнуются. Будут изменения, как эти изменения затрогнут, как изменится их рабочее место, обязанности. Это понятно, ну, это и моя работа в течение следующего полгода, активно коммуницируя с людьми, встречая с людьми, выслушивая их и предлагая свои идеи, и дать, ну, как бы, ну… Успокоить, 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 то, что будет, перемены будут, это понятно, перемены затрогнут и людей, это понятно, и в такой ситуации самое главное, чтобы государство, которое планирует эти перемены, оно очень открыто коммуницировало, все рассказывало, все, чтобы было понятно, и люди могли адаптироваться. Ну, вот вы сказали, что вы собираетесь посетить самоуправление Латвии после 14 мая. Если учесть, что их 119, вы каждый день, получается, будете в другом городе, и как вы собираетесь это все успеть физически? Ну, там, чисто юридически я должен встретиться с депутатами всех самоуправлений, которые сотрудят этой реформой. То, что я вижу сейчас, что, то, что мы предлагаем сейчас, изменения не затрогнут, пять, пять самоуправлений, остальных затрогнут, мы будем организовать это не так, что мы встречаемся с каждым самоуправлением отдельно, но все самоуправления, ну, как бы, можно сказать, по новым территориям. Если там новые территории, там, например, сейчас там 4, 5 или 2 самоуправлений, все депутаты собираются вместе, я с ними говорил. То есть, если это Липовский, например, да, вот вы собираетесь там войне туда собрать, и Руцаву. То, что еще важно, конечно, я считаю, что это моя обязанность встретиться с людьми, особенно тех самоуправлений, где, можно сказать, их присоединяет к другим местам. И я, это будет организоваться параллельно, и, ну, там встречи не будут 119, но около 60 встреч будет. И это будет делаться постепенно, не только в этом году, но и в начале следующего года, пока еще реформа будет проводиться. Ну, вот все-таки многие небольшие самоуправления крайне негативно пока воспринимают такой предлагаемый вариант этой реформы. Вот они, в частности, возмущены тем, что их собственное мнение слушать не хотят. Вот, например, тот же Дайнис Лепинч, глава Озолнекской Краевой думы, он вообще сравнил это с эмоциональной депортацией, когда, значит, решают, на какой территории ему жить, и сравнил это с советскими временами, сталинским режимом, который тоже делил территорию, то есть, ну, тут вот, как бы, негатив очевиден. Ну, в первую очередь, я должен сказать, что Латвия за эти 28 лет уже два раза проделывала административную реформу, и каждый раз решения принимались, и тогда каждый раз, ну, публика выслушивала идеи, что это так, как депортация, как репрессия или что-то такое. Ну, это понятно, есть некоторые люди, которые в этой ситуации, когда перемены приходят, и их это касается прямо, ну, например, председателя Думы Озолнек Края, это касается прямо, потому что такого Озолна Края после реформ, наверное, не будет. Будет территории побольше. Я не знаю, будет ли выбран Дайн Лепинч в следующем выборах, может быть, будет. Если он такой хороший председатель Думы, наверное, люди придут большими группами и за него проголосуют. И это демократия. Конечно, люди волнуются, но эмоциональная риторика – это хорошо. Я бы посоветовал, я из конкретного председателя Думы, Эдуайн Лепинч, еще не получил никаких предложений, никаких идей, что надо делать лучше и как надо делать лучше. А уже было какое-то, скажем, поручение, чтобы вам поступали предложения? Нет, но мы сейчас подготавливаем позиции, можно сказать, позиции правительства для дискуссии с самоправлением. Но мы спросили мнение у Союза самоправлений, и, как я знаю, они выслали нашу идею, выслали всем самоправлениям Латвии. Так что есть у каждого председателя самоправления, у каждого депутата, есть возможность сейчас свое мнение уже присылать. Но будет возможность еще целые полгода, пока мы будем эту идею обсуждать. Так что даже если у Даниса Лепинча сейчас идеи нет, может быть, через два месяца ему придут какие-то идеи в голову, тогда он тоже может прислать. Ну, это на самом деле не только Данис Лепинч. Ну, я его использую как пример. Я понимаю, да, но один из примеров, и мэр Вайнютского края беспокоится, и мэр Саракс, и, в принципе, сам Гинс Камински, который тоже на днях был у нас в студии, он говорил о том, что пока ничего не ясно. И, в принципе, большинство, ну, очень много критики звучит в адрес того, что она не обсуждалась вообще с жителями. И вот вы сами сказали, что она не высечена в камне, эта реформа, значит, ее еще будем обсуждать, она может быть представлена общественности как не окончательная. А если она не окончательная, то как жители могут повлиять на результат? Нет, ну, если окончательная, тогда уже никто не повлияет на результат. Вот сейчас вот эта карта, насколько она вот еще перекраивается? Это проект раздела Латвийской административной территории, и как проект он дается на общественное обсуждение. И любой житель может, ну, сейчас мы еще подготавливаем, 14 мая, когда кабинет министров одобрит, тогда начнется, официально начнется обсуждение, и мы, тогда будет возможность любому жителю, мы будем, как я говорю, почти в каждое самоуправление, мы получим, мы встретимся с людьми, с самими министерством, я сам встречусь, но будет и возможность это делать, там, просто прислать в письменном виде или в электронном виде, или будет и центр звонков, можно будет позвонить, задать вопрос, отставить свои комментарии, это все будет возможно в этот период. При том, все эти идеи будут собраны, анализированы, и министерство подготовит следующий проект, который уже будет идти нормальным путем обсуждений на кабинет, и потом все им как законопроект. Так что идеи будут взяты и обсуждены, конечно, но я был уже в течение этих трех месяцев, пока я министр, я был в нескольких самоправлений, встречался с людьми, были встречи с жителями, и, ну, я уже сейчас могу сказать, что все идеи людей я не могу взять и выполнить, потому что эти идеи противоречивы. Некоторые говорят, надо края побольше, еще побольше, чем мы предлагаем. Есть некоторые идеи, которые говорят, нет, мне очень важно, чтобы край остался маленьким. Есть идеи о переделах функций, которые говорят, лучше край поменьше, хотя функций будет значительно поменьше, отдадим функции государству, пусть государство занимается школами, социальной помощью. Лучше останется маленький край, у которого единственной функцией будут, например, коммунальные услуги. Ну, единственная функция. Ну, это все варианты возможных действий, но в конце концов это обязанность министерства выбрать свое окончательное предложение, это будет уже осень этого года, и предложить кабинету, и предложить потом Сейму. А возможны такие варианты, как одному краю, допустим, там оставить такие функции, другому такие, или нужно, чтобы одинаковый угол? Это по закону у правы государства невозможно, потому что это будет зависеть, самый важный фактор, как мы будем обеспечивать выполнение права человека. Если у человека, мы же считаем, что все люди, проживающие в Латвии, в своих правах равномерны, и в такой ситуации, конечно, они должны получать свои, например, услуги, которые предлагает самоправление, независимо от того, в какой территории они живут. И в таком ситуации это невозможно сказать, что, например, одно самоправление будет заниматься социальной помощью, а другое не будет заниматься, ну, а те люди пусть живут без социальной помощи. И так что функции останутся одинаковые для всех самоправлений, но, конечно, то, что важно, нужно создавать такие территории, в которых самоправление вообще возможно исполнять эти требования, которые уже сейчас закон поставляет перед ними. Сейчас, увы, вы называли очень много краев, маленьких краев, как там Вайнио-де-Рутсово или Балтыново, или другие места, где живет немножко, чем больше тысячи людей. Конечно, они сейчас свои функции в полной мере выполнять не могут. Ну, а очень часто вижу слово «референдум». Вот об этом не задумывались? Что, может быть, этот вопрос вынести? Ну, у нас до сих пор не принят закон местных референдумов. Или это как-то сделать в район, в рамках самоуправления? Ну, в первую очередь, у нас до сих пор не принят закон местных референдумов. Закон должен быть, конечно, выполнен. Самоуправления могут проводить опросы жителей, это возможно, но у них консультативный характер. И важный вопрос, и если самоуправления хотят знать мнение людей, конечно, я бы их посоветовал использовать, конечно, социологические методы. Это намного неэффективнее, но важно, что мы хотим узнать. Если мы хотим узнать мнение тех людей, которые придут и оставят свой голос, есть большая возможность, что придут те люди, которые более заинтересованы в этом вопросе. Если мы хотим узнать мнение всех жителей этого края, тогда, конечно, нужно использовать социологию, делать излазы, выбор людей, понять, чтобы мы знали, какое мнение вообще у людей есть. А вопрос национального референдума? Ну, это по закону возможно. Если есть достаточное число людей, которые эту идею будут одобрять, или депутаты Сейма, может, после принятия уже закона, 34 депутата могут остановить публикацию этого закона и запросить референдум. Ну, пройдут там, за два месяца они должны собрать 10-ю часть избирателей, подпись избирателей. Если такое количество соберется, тогда референдум пройдет. Но я лично считаю, что если не было таких вопросов, но я просто слежу по тем встречам, которые у меня есть везде в Латвии, что большинство людей, если бы был референдум, все национальные референдумы проголосовали бы за реформу. Почему вы уверены? Потому что у людей очень понятна идея, что наши края слишком маленькие для большинства краев, слишком маленькие, чтобы выполнять свои функции. Люди до сих пор помнят, большинство людей помнят, ну, так называемые районы, и как это функционировало. 28. 26. Наши предложения, ну, в принципе, базированы на районной структуре. Так что для людей это очень понятное предложение. Ну, а вот вы думаете, есть дело Рижанину, например, до жителя Мерсеркса какой-то? Если вот брать опять же референдум, почему вы думаете, он проголосует за там, или как он должен проголосовать? Я в первую очередь думаю, что будут очень большие проблемы с кворумом этого референдума. Для людей очень непонятно будет, почему вообще должна происходить такая процедура. Но даже если будет, я думаю, что большое количество людей придут. Я напомню, что в предыдущей выборной кампании на парламент Латвии, на 7 Латвии, из тех 7 партий, которые выбраны в парламенте, 6 в своих программах обозначило осуществление административной территории реформы как один из приоритетов. Так что большинство выбранных депутатов шли на парламент именно с программой проведения реформы. Думаете, избиратель на это очень сильно внимание обратил, когда выбирал? Это не важно. Я думаю, что очень важный вопрос. Понимаете, у нас очень большое недоверие в обществе. И если люди идут на выборы с очень конкретным обещанием, то выполнение этого обещания – это важный фактор, чтобы повлиять на рост доверия. Просто до выборов эта реформа так громко не обсуждалась, чтобы люди, знаете, были очень сильно взволнованы. Ну, я 4 или 5 раз был в всяких дебатах перед выборами, и я сам дебатировал. У нас, конечно, была одна из пар... Там больше про образование, про здравоохранение. Ну, было всякие дебаты, очень много перед этим выборов, очень много дебатов было. И я сам был во всех дебатах, и мы дебатировали насчет реформы, административной территориальной реформы из нашей партии. И очень четко обозначилось то, что большинство партий уже тогда выдело, что нужно реформировать число самоуправлений. Скажите, а по какому принципу присоединялись маленькие к крупным? Вот, например, тот же Мерсрекс, о котором мы уже говорили, собираются присоединить к Талсинскому крупному самоуправлению. А вот руководство считает, что экономически им выгоднее к Тукумскому присоединиться. Там лучше дороги и лучше больницы. Ну, в первую очередь я должен сказать, что по закону это не вопрос депутатов, и это Конституционный суд наш конкретно сказал. Перед 10 лет, перед предыдущей реформой, она оспаривалась перед Конституционным судом. И именно был вопрос, можно ли принять решение насчет реформы, может ли он принять реформу, даже если депутаты конкретного самоуправления против. и Конституционный суд конкретно рассудил, что может, и это вообще не вопрос депутатов конкретного самоуправления, обсуждать, какие у них границы, где территория заканчивается. Это вопрос государства. Она выбирает форму административного деления. И то, что как мы предлагаем этот проект для общественной дискуссии, мы шли путем базирования этого решения на тех исследованиях, которые у министерства уже были. У нас данные, ну, например, где дети из конкретного самоуправления, где они учатся, в каких школах, где они идут на интересные... В кружки какие-то, да? В кружки и так далее, где они идут. Где они ездят, чтобы работать, где они получают работу. И где у них спрос. Сейчас очень хорошо видно, есть очень много новых исследований. Мы будем получать новые данные в предыдущем году, где они и получают частные услуги. И из-за этого у нас это и предложение. Есть, конечно, такие территории, где можно, как бы, можно сказать, идти и в одну, и в другую сторону. И данные показывают они почти посередине. В таких ситуациях это просто предложение. Если будет, мы получим новейшие данные, если будут какие-то изменения, мы можем это изменить. Если есть какие-то другие обоснования, какие-то другие данные, мы будем эти данные использовать. Если у самоуправления есть позиции, которые не только в том, что мы видим, что наш вектор развития именно в том направлении, но нет никаких других данных, только такого введения, если есть какие-то, тогда это, конечно, недостаточно. Если есть данные, тогда можно принять решение. То есть, если самоуправление говорит, что мы хотим туда, потому что там лучше дороги, но сами, допустим, учатся, и дети посещают другое самоуправление, то этого недостаточно для того, чтобы присоединиться к тому, где лучше. У кого лучше? Если родитель детей выбирает школу именно в другом центре и там ездит, тогда, конечно, лучше, наверное, там. А они не смогут, допустим, присоединившись к самоуправлению, где лучше дороги, лучше там еще что-то, продолжать ездить в то? Ну, где проблема? Никто же не запрещает использовать эти хорошие дороги и сейчас. Вопрос в том, что мы понимаем, как самоуправление. И самоуправление – это центр организации публичных услуг. И как центр организации публичных услуг самое главное, какой есть спрос у жителей на эти услуги, что они получают там. И если у людей спрос происходит именно на эту территорию, тогда, конечно, мы будем использовать и эти данные. У нас в гостях, напомню, министр охраны среды регионального развития Юрий Спуца. Мы сейчас прервемся на новости и рекламу ненадолго. Через несколько минут звоните нам, пожалуйста, 672-12-939, 672-13-939 и используйте WhatsApp 230-6191. Мы говорим сегодня про административно-территориальную реформу с министром охраны среды и регионального развития Юрисом Пуца. Меня зовут Наталья Михайлова. Звоните 672-12-939, 672-13-939, прямой эфир 230-6191. Это WhatsApp. У нас есть звонок. Надевайте наушники, пожалуйста. Да, добрый день. Здравствуйте. Пожалуйста. Добрый день. Да. Господин Пуца, одним из моих мотивов, побудивших меня голосовать за вашу партию, как раз было ваше желание поменять жизнь в Атпии к лучшему и, в частности, как бы территориальная реформа. следует ли из ваших слов то, что после реализации территориальной реформы количество административных служащих в этих самопро... в общем радикально сократится. Это один вопрос. И второй вопрос. Если я понимаю, то виды сапсорда с ДНС это ваши компетенции. И с уходом с прореколлеговой там, наконец, стал порядок или по-прежнему продолжает не реагировать на письма. Спасибо. Так вы сами должны сказать? Вы писали туда или что? Я неоднократно писал, потому что я видел глубокое нарушение. Уже после ухода коллеговой? После ухода коллеговой я не писал, потому что мне хотелось бы сначала узнать произошли ли изменения на уровне рядовых чиновников. Ну, понятно. Просто можно было бы попробовать написать. Пусть министр ответит. Да, пожалуйста. Ну, первую очередь насчет административных работников самоправлений. Это один из больших вопросов, который, я думаю, что не так много дискутируется в латвийское общество. У нас ощущение, что у нас много чиновников и государственных чиновников, но если посмотреть на данные, то видно, что государственных чиновников почти два раза меньше, чем тех чиновников, которые работают в самоправлениях. И численность административных сотрудников в самоправлениях и административные расходы и сдержки растет каждый год. И у нас долгосрочные перспективы. Если ничего не поменяется, этот рост продолжится. И это очень понятно. у нас особенно в большинство латвийских территорий, включая города Рига, численность жителей падает, административные расходы остаются такие же. Так что процентуально или растет. Процентуально они как издержки все время растет. Чтобы поменять это, конечно, один из путей это делать структуру поэффективнее, поменьше центров управления и особенно функции поддержки в такой ситуации, конечно, число людей будет падать. Предыдущие реформы мы могли видеть в 2008-2009 годах, что было созданы очень маленькие самоправления и такие самоправления, побольше. Тех, которые побольше, особенно последние первые 2-3 года, число работающих падало. Потом, конечно, рост продолжился и это один из больших вопросов, которые еще должны мы будем обсудить. Я уверен, что мы должны прийти к ситуации, где есть какие-то, можно сказать, потолок, и это потолком расходов, где нужно следить всем государствам, не только каждый избиратель в каждом самоправлении. Насчет Валсвитц-Денест, мы прошло 3 месяца, пока я работаю в этом должности, мы договорились с предыдущей руководительницей, она ушла с работы, найдена новая, и она будет начинать работу в середине мая, и я очень оптимистично смотрю на это, это управленец с большим опытом, но еще молодая, очень активная, очень стратегическая. Кто это назовет? Это Валсвитц-Денест, это еще, она руководила Валсвитц-Денест несколько лет, поделала очень большие реформы там, и сейчас это, ну, я уверен, что Валсвитц-Денест это институция, где обязанность институции, это институции очень большие, и в такой ситуации мы должны очень умно и стратегически управлять такой институцией, чтобы все эти риски, на которые они ответственны, могли бы управляться. Сейчас эта институция, увы, работает, ну, можно сказать, не соответствует 21 веку, не использует технологии, которые возможны в этом веке, и увы, и сам способ управления работы, организации работы, он, ну, он может улучшиться, и это, ну, я рад тем, что новый генеральный директор этой службы, она и со своей стороны обозначила это как одним из приоритетов. Но письма-то будут отвечать? Ну, я надеюсь, что они делают это и сейчас, это по закону обязанность любой институции, но важно не только формальный ответ, важно, что есть карта управления рисков, что есть понятно, как будет, если есть там жалобы людей, что мы будем с ними делать, как мы будем управлять эти риски, которые получились. Увы, до сих пор это дело очень несистемно. вернемся к реформе, вы нам звоните, сейчас будем принимать звонки, вижу, что вы звоните, мэр Вайнецкого края тоже, если упоминать уже персонали, тоже высказался, что боится, что маленькие самоуправления с укрупнением этим, они перестанут что-либо получать, потому что получается так, что сейчас они сами живут, участвуют в разных проектах, там школа, дом культуры, мероприятия, все происходит, но если будет централизовано, то мы будем последними, кто что-то получит, это вот не только он боится, но просто вот цитату его привело. Ну это, конечно, будет зависеть от воли избирателей, конкретно нового, уже побольше края, конечно, что риск того, что в одном или в другом направлении пройдут и не пойдут инвестиции, это будет зависеть все равно от Думы, выбранной Думы, и, конечно, сейчас есть в некоторых самоправлениях такое ощущение, хотя у нас денег очень мало, но хотя все эти деньги мы вкладываем здесь, в нашу территорию, очень мало этих денег, но мы вкладываем. То, что мы видим после предыдущей реформы, что те края, которые создавались побольше, почти в территории предыдущего района или уже в территории предыдущего района, у них все равно инвестиции делались не только в центре, но везде, где проживают люди, там и делаются инвестиции. И если сравнить те инвестиции, которые делались с численностью людьми, которые там живут, в этих больших краях инвестиции делаются побольше, потому что у них больше возможности привлекать эти инвестиции. Они получают больше фондовых денег, они получают больше денег... Из фонда выравнивания или из фонда европейских? Нет, из европейских фонда. Фонд выравнивания, это тоже будет реформироваться, конечно, этим правительством, но фонд выравнивания это просто поддержка выполнения функций, это не инвестиционные деньги. Инвестиции в наше самоуправление побольше, поболее, большинство из инвестиций это европейские фонды. Да, а вот как быть тем городам, которые, допустим, из-за этой реформы потеряют региональный статус какой-то, который позволял им привлекать европейские деньги? Есть такие города? Нет, это некоторые большие, так называемые большие города, у нас сейчас такие девять, которые просто города без краев, можно сказать. Они боятся такой ситуации, потому что есть программы, которые специально в европейских денег, которые... 6% там, да? Нет, это... Ну, там... Мы говорим о других ситуациях. Из европейских фондов, которые продаются нашему государству, 6% мы должны вкладывать в так называемых интегрированных территориальных инициативах. Это не только городские инициативы, это можно происходить и в краев. И там не затрагивается это наше национальное решение, где и какие деньги вкладывать. Это правительство принимать будет. Будет ли большие города, или не будет, отдельно без краев, это не зависит от этого. Но есть программы европейские, прямые, которые не ходят через наше правительство, которые европейские комиссии сама через агентство выдают. И эти деньги, некоторые из них, они нацелены на развитие городов. Но там не проблема с статусом самоправления, там проблема с статусом города. Если это статус города есть, они могут там участвовать. Потому что в Европе есть очень много стран, где нет таких отдельных городов, которые управляются только без, можно сказать, краевой территории. Ну хорошо, а вот этих городов, которые, допустим, могли участвовать в таких конкурсах, их меньше не станет? Нет, в большинстве случаев это зависит от численности жителей в этих городах. И есть декларированные, которые нацелены на больших городов, которые на средних городов, есть на маленьких городов. Это другие инициативы просто. Да. Давайте примем звонок еще, потом еще про предпринимателей тоже вопрос будет. Слушаем вас, здравствуйте. Добрый день, господин Пуце. Вот те деньги, которые выделяются Евросоюзом, Латвии, не только Латвии, практически всем государствам, на то, что следили за чистотой и нормальным видом в природных парках Латвии. Вот мы знаем, вот жители города Риги, как это нецеленаправленно расходуется. Я приведу конкретный пример, коротко. Природный парк Пиа Юра в Акарбуле, это самоуправление Риги, но там очень сложная ситуация. И вот этот парк, который тянется вдоль реки Лиа-Лупе и где-то в море тоже немножко берет берег, там идет такая сложная градация, вывоз мусора, полигон отдельно идет по графе, отдельно вот как это сбор этого мусора, там тоже отдельно. Все чиновники, вот с кем мы имели дело все эти последние годы, они совершенно не заинтересованы в чистоте вот этого, они не целенаправленно расходуют деньги и мы должны были сами, жители, добиваться несколько лет, чтобы поставили мусорники. А все эти деньги выделены, а вот, например, природные парки, все линги, вот мы ездим в Австрии, там везде и мусорники, и скамейки, и идет чистота. Все эти деньги делятся между ними. Спасибо. Вопрос Природные парки это, на первую очередь, это не один статус, у нас так называемые защищаемые территории, там статусы не одинаковые, и есть статусы, где вообще территория обозначена только на природу, и возможность там людей даже идти смотреть очень ограниченно, и там не строятся там тропы, не приводятся специальные там мусорные банки и так далее, чтобы, потому что идея сохранить природу такая, какая она есть, и не вмешиваться вообще. Есть, конечно, природные парки, Пьедюрс паркс, ну, Гаусс национал, это парк, самый большой в парке в Латвии, которые обозначены в том числе для того, чтобы люди могли смотреть природные богатства, и в этих территориях, конечно, выделяются деньги и на развитие, есть этот Дабысайстердзейс Парвал, правление охраны среды, специальное учреждение под нашим министерством, которое занимается тем, чтобы постепенно развивать инфраструктуру. Деньги выделяются небольшие, из европейских получаем, но небольшие, если сравнить с нуждами, но вопросы постепенно решаются, и везде, конечно, ситуация улучшается. Есть парки, есть управление с этими коммунальными вопросами, уборка, мусор, она отдана и самоправлением, там делают это самоправление, так что ситуация различается от места по место, есть где это делает государство сама, есть где это самоправление, есть где частные. Опять к территориальной реформе вернемся, вот предприниматели, они тоже в лице Ростовскиса были в нашей студии, он очень много говорил о мотивации, сейчас у предпринимателей нет мотивации развивать бизнес там, где бизнес, потому что налоги платят в одном месте, а живут и работают в другом. Вот каким образом можно повлиять на эту ситуацию, чтобы подоходный налог, скажем так, шел именно в то самоуправление, где человек задекларирован. Не, но самый главный вопрос, вернее наоборот, где работает, где работает. У нас система декларации, увы, ну у нас нет прописки, у нас свободная страна, люди могут жить где хотят, и система декларации, она создана для того, чтобы государство знало, если она должна контактироваться с конкретным частным лицом, где письмо послать. Это просто так бы, можно сказать, информация для государства. Но, увы, процесс, где человек декларирован, он связан и с другими пособиями, возможности выборов в самом управлении, возможность ну и, конечно, платеж подоходного налога. и из-за этого у нас получается, что у нас очень много, ну можно сказать, ну эксперты говорят, около между одной шестой или одной пятой, всех жителей не живут по декларированному адресу. Это очень много, большое число и получается очень большая, ну мы не понимаем весь, ну очень много плохих последствий из-за этого получается. И другой вопрос, конечно, что сейчас весь подоходный налог, который идет на самом управлении, идет по принципу, где человек задекларирован. То, что я думаю, что будет реформа и финансы в самом управлении, сейчас она подготавливается и в течение следующих годов она будет приниматься. и одно из очень большим предложений, которые, я думаю, будут идти вперед, это то, что часть из этого подоходного налога должно идти в самоправлении, где человек работает, потому что он использует инфраструктуру и в этом самоправлении. Это будет затрагивать особенно самоправлении, которое и вблизи больших городов, особенно Риги, но не только. И Рига, и из Риги уезжают люди работать в Марупе, Стопени, в Адаже, в Ялгаву и наоборот. Так что там будет из-за этого изменений, конечно. В течение каких лет? Вы сказали в течение ближайших. Реалистично это будет вместе с большим изменениям налоговой системы вообще, и они в этом правительстве запланированы 2021 год. 2021 год, хорошо. Есть еще звонки у нас, Юрий Спутцев в студии, пожалуйста, надевайте наушники, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, добрый день, господин Спутцер. Я по такому вопросу, я когда-то имел дело с Рижской думой, Меркл, да, был у Шаков, да, и я занимался детальной планировкой, и прием у него был только связан, только он один мог это делать. И спустя решать вопрос на прием мы потратили порядка года, даже больше года, да, очередь, и он на письмо 8 человек написали, у Шаков уклонился давать ответ. Мы обращались как к мэру, как к депутату, и он отказывался писать такое заявление. как у них сейчас обстоит эта ситуация с очередью, с приемами, да, вот это объясните и поясните. Да, спасибо. Нет, ну, по закону должностные лица должны иметь, и депутаты думы, они должны иметь временно прием. конечно, это и понятно, что на прием у председателя думы подписываются многие, но это и зависит от системы управления конкретного города, и есть очень много городов, в том числе Риги, где ну, мэр города, он концентрирует власть, и если так делать, конечно, получается, что все решения могут изменить или принять только одно должностное лицо, и, конечно, все потом бежат, и люди бегут там, ждут в приемной, чтобы встретиться с мерами, чтобы подать ходатайство и получить ответ. Если, я думаю, что, ну, хорошее управление было такое, где, конечно, делегировались возможность принятия решения и административным лицам, директорам департаментов, начальникам управления, и потом только, ну, это убрало бы, 80-90% из тех, которые жаловались бы, потому что большинство проблем решалось. Но я знаю, что я когда-то тоже был депутатом оппозиции Рижской Думы, я знаю, чтобы записываться на прием у представителей Думы, должно было ждать более чем год. Скажите, пожалуйста, вот по поводу, опять же, реформы, не получится так, опять же, что люди останутся без своих представителей, то есть, ну, допустим, там, Вайнида и Руцева, уже упомянутый много раз, как представлять интересы тех людей, которые живут по всей территории Латвии. У них там было, ну, к примеру, там несколько депутатов, да, хорошо, если там останется кто-то один, попадет, да, вот как? Вот какой-нибудь просто обычный маленький гражданин, который живет в каком-то забытом богом углу, да. Вы где живете? Я живу в Мэдам Цемпси. Ну, так что, сколько голосов нужно, чтобы вашего представителя выбрать, в Думе, в самоуправлении? Ну, несколько тысяч. Несколько тысяч. А в Айнида 20 или 30? 20-30. Да, и это, конечно, система, где и люди, которые проживают, и получается, несколько тысяч, чтобы выбрать одного представителя, и где 20-30, ну, лучше ли там, где 20-30, ну, не знаю, это зависит от того, как управляется конкретное самоуправление. То, что мы видим, я еще раз, конечно, говорю о предыдущей реформе, но она, у нас там было очень много проблем, потому что решения не принимались, в конце концов, на исследованиях, а просто политически принимались. Но я, одно из, ну, так как можно сказать, хороших последствий были в том, что у нас мы могли, как бы, поэкспериментировать за 10 лет, увидеть, что работает, что не работает. И то, что мы видим, что самоуправление, которое побольше, и почти старый район, там везде избираются депутаты, которые избираются из краев, и работают, и защищают права краев, и тех, которые там из волости, и не... Но добраться до них будет реально, да, вы считаете? Ну, ну, я вообще-то считаю, что... Все-таки это проще, вот когда с тобой на одной улице живет кто-то, я вообще-то считаю, что в Латвии очень маленькая, и любой человек, который хочет встретить министра, он может это спокойно сделать. Ну, из Риги, да, а вот если из Мерсеракса, то, ну, не знаю, как бабушка встретит вас в любом месте. Мерсеракс, мой избирательный округ, я там был 4 раза на предыдущий год, так что там... Ладно, о Золмеке, неважно что. О Золмеке тоже. Это у меня и прием, но неважный вопрос прием. Добраться, автобус, общественный транспорт, дороги, это же все, как бы, ну, все вместе. Ну, это то же самое, и даже если вы сейчас в маленьком краю, все равно, если вы не живете рядом, именно рядом с самоправлением, вы должны добраться до самоправления. И самоправлением, то, что важно, если люди есть, центр сервисов же останется там. Мы видим, что, например, ну, например, Талсу Новоц, там есть и другие города в этом краю, уже сейчас, там Валдемарклс, например, там же остался центр этих общественных услуг, и это будет и в других местах. Ну, я надеюсь, что отчасти удалось успокоить жителей, но, в принципе, конечно, мы будем продолжать эти дискуссии с разными представителями и самоуправлением, для того, чтобы яснее становилась суть административно-территориальной реформы, закончить хотелось бы все-таки Дегловским мостом, тема нескольких дней последних, поскольку вы в прошлом депутат Рижской думы тоже занимались темой мостов, вот что вы думаете по этому поводу, потому что люди в смятении на самом деле, ехать или не ехать? Ну, я и понимаю, я в 2017 году, если помните, тогда, была проблема и упала часть моста, ванш моста, и в тот момент я, как депутат Рижской думы, запросил и получил решение комитета транспорта, что мы должны получить информацию от департамента сообщения Рижской думы, проводились ли технические экспертизы на этих мостах, и в Риге они более чем 30, и мы получили это первый раз, депутаты дум, в начале 2018 года получили вообще информацию, какие проводились экспертизы, что с ними делалось, и то, что мы увидели, что 13 мостов в Риге, они в очень плохом техническом состоянии, еще более чем 10 в плохом состоянии, и большинство из этих мостов, они, как бы можно сказать, в инвестиционном программе, но когда конкретно они будут исполняться, непонятно. Например, мост Браса, он должен был ремонтироваться в 2015 году, и только в этом году, в 2019 году, окончательно он будет начать ремонт. Он тоже в плохом состоянии. И Аугст Даглова, мост, он тоже один из тех, которые в очень плохом состоянии, и это уже тогда было ясно из экспертиз, которые проделывалось, сам департамент сообщений, который делал. Увы, за очень многие годы в Риге инвестиций на транспортную инфраструктуру выделялись очень мало. Я уточню, то есть, два года назад уже было ясно, что мост в очень плохом состоянии, почему тогда его не закрыли, а сейчас вот готовы закрыть? Нет, он был подан на ремонт, и когда начался ремонт, тогда ответственные государственные институции, БУВНИЦИСВАЛСКОНТРОЛСБЮРОИС, Бюро по контролям за строительством, они делали свою инспекцию, и увидели, что техническое состояние самого моста очень плохое, и продолжение работ на этот мост, они могут повлиять на, можно сказать, безопасность и тех людей, которые работают там и так далее. И они сейчас работы, сами работы на мосту, они остановлены, государственные инспекции, но мост продолжает эксплуатировать. Но он может продолжать эксплуатировать, но нет, работы остановлены, потому что работы могут угрожать безопасности, в смысле мосту, что он разрушится, а если убрать работы, то его можно эксплуатировать? Я думаю, что это, можно сказать, нелогично получается, потому что, конечно, активный транспорт там проезжает, общественный транспорт, частный транспорт, он же тоже делает нагрузку на мост, и, ну, в первую очередь, то, что я бы в этой ситуации сделал, конечно, со стороны самоправедения, я сделал бы новую экспертизу. И для меня непонятно, почему она не делается. Если есть такое решение государственной инспекции, что есть там проблемы, почему не проводить экспертизу, не понять, что надо делать, чтобы, ну, в краткой сроке, чтобы хотя бы не было какие-то новые проблемы для жителей. А мост закрыть надо до окончания экспертизы? Как вы считаете? Я думаю, что если есть конкретное заключение государственной инспекции, что он огражает безопасности, конечно, решение о закрытии, оно обосновано. А такие, вот, скажем, заключения государственной экспертизы, они появляются только, когда мост начинает ремонтироваться? Вот, например, Заметана, вы сказали, что он тоже плохой, да? То есть, там сейчас копнуть, и там тоже самое будет, или нет? По закону, по закону, там очень, ну, можно сказать, нехорошо это обозначено. Если идут строительные работы, тогда ответственность, тогда государственная инспекция может принять решение. Если строительные работы не идут, ответственность за эксплуатацию конкретному владельцу этой инфраструктуры, это в этом ситуации, это Рижская дума. И Рижская дума, она должна сама проводить экспертизы, понять, есть там или нет там рисков. Но, увы, эти риски, конечно, растут, каждый год растут. И там то, что нужно, нужно значительно побольше инвестиций. Предыдущая предвыборная кампания, тогдашний мэр, мэр региона, сделал ставку, то, что инвестиции будут делаться побольше, увы, это до сих пор не происходит. Юрий Спуцин, министр охраны среды и регионального развития, был сегодня в развороте. Велаева Наталья Михайловна. Спасибо, до свидания. Спасибо.